Эта рекламная конструкция появилась на Балковской относительно недавно. Накануне прошедших выборов десятки подобных билбордов буквально в считанные дни появились вдоль всей улицы. Во время выборов на ней красовались обещания кандидатов в народные депутаты, в основном из провластного лагеря. Теперь они стоят полупустые, загораживая своей пустотой городское пространство. Один из них, двойной рекламный щит, стал заметно шататься еще в прошлую непогоду. А после нынешнего дождя и ветра оторвался кусок металлической обшивки конструкции. В любой момент, говорят одесситы, он может слететь с рекламного щита и приземлиться, если не на голову многочисленных прохожих, то на крыше проезжающих по одной из самых оживленных городских артерий автомобилей. Только за минувшую неделю на Балковской появились еще несколько площадок для новых билбордов. А вот рабочих, проверяющих исправность конструкции после прошлого дождя и шквального ветра, замечено не было. Более того, опасный щит стоит в нарушении норм безопасности. Примечательно, что одним из вопросов повестки дня исполкома, который назначен на 13 декабря, является вопрос наружной рекламы. Согласно проекту решения, исполнительная власть планирует аннулировать 16 разрешений на размещение наружной рекламы и в то же время выдать 441 разрешение на размещение рекламных конструкций. Львиная доля разрешения на установку рекламных конструкций выписана на ограниченный круг фирм. Некоторые из них аффилированы с представителями власти.